Привет, дорогие друзья! Это просто видеоразмышлизм. Я просто хочу поразмышлять, да? Вы, конечно, слышали историю про маму, которая с детьми в аэропорту заявила, что Украина это плохое слово, и бросила паспорт. Бросила паспорт, после этого малые тоже бросили свои украинские паспорта. Поступок не очень красивый, да? Ну, то есть это не очень красиво, просто вообще по идее не очень красиво. При этом в дело сразу вмешиваются не только массовое средство, массовая информация, потому что она загоняла Украину, а Украину надо любить, вы помните, но и МВД. Мы реально сегодня не улетели, не смогли улететь по определенным причинам украинского законодательства гребаного. Представим себе, что она говорит. Мы реально сегодня не смогли улететь, если она итальянка. По причинам итальянского законодательства гребаного. И берет, бросает паспорт Италии. Что с ней будет после этого? Да ровным счетом ничего. Ну, ее могут осудить там, где-то там сказать, ну да, окей, но никто не принуждает любить государство. Здесь. Видео не стало не помеченным для правоохоронцев. Конечно, правоохоронцы прекрасно не замечают, как людей избивают, как людей забрызгивают газом, реально пинают лежащих на земле. Но это видео они не могли пропустить. После того, полиция нашла эту женщину. До речи, нашла она сегодня в аэропорту, где она, уже оформивши правильные документы, дозволы от батька, вылетала снова до Туреччины. Целую инвестикацию провели. Они, расследователи, они обнаружили ее в аэропорту, и она уже улетала. Но как же ты улетишь? Тут же мы? Давай-ка мы тебя еще и нахлобучим. И оформили два административных протокола. Это будет ответственность за недбалое выхование детей, потому что такие приклады, когда детей маленьких учат лаяться на адресу собственной державы, это неправильно. Интересно, а правильным есть, когда Белецкий и унионацистский нацкорпус, о котором пишут уже все ведущие издания мира, используют в своих пикетах детей несовершеннолетних. Тут МВД не реагирует. Здесь отреагировали. Как ты воспитываешь детей? И еще протокол за дрібное хулиганство. И мелкое хулиганство, еще один протокол. Это когда зиганул в Киеве Мурло, ему тоже мелкое хулиганство. Зиги нацистские бросал. Мелкое хулиганство. И здесь она же оскорбила Украину. Кроме того, выявилось, что вся джиночка имеет подвийное гражданство. Поэтому в ней также был предъявлен административный протокол за порушение Конституции и норм законодательства относительно того, что... Интересно, у отдельных депутатов «Слуги народа» не выяснилось, что у них есть двойное гражданство. Так не может никак выяснить правоохранительные органы. А здесь выяснили двойное гражданство, а мы тебя еще нахлопучим, чтобы ты больше родину любила. Был в видео того, что эта женщина, что она была не права, можете также ее показать. Антон, скажите, пожалуйста, что святят максимально правопорушники? Административное покарание? Штраф? Штраф 1700 гривен. Это, чтобы больше родину любила. И плюс, ну, надо было бы... Хорошо было бы еще и посадить, но как-то так удалось отпетлять, да? Вторая тема. Ну, то есть, они кучно, кучно идут. И я вообще давно замечаю вот эту вот историю. Она не любит Украину. Кто-то там заявил, что там что-то не нравится, там украинский язык. Ты же не любишь язык! Мы тебя заставим любить. Здесь Харьковчанка. По поводу парада этого. Это просто отвратительно. Почему? Знаете, я просто на самом деле хорошо знаю историю этой страны и знаю о том, что слоган «Слава Украине! Героям слава!» это нацистский слоган. Это ее личное мнение. Личное мнение, на которое она имеет право. Но она забыла, что она в Гамбии. Здесь сейчас идут люди, которые, знаете, ну, они зарабатывают, ну, потолок, наверное, тысяч шесть. Вместо того, чтобы сейчас пойти работать и как-то восстанавливать экономику нашей страны, развиваться, они ходят, занимаются хуйней, извините. Не извиняем, это плохое слово, но фишка в том, что они имеют право ходить. А она имеет право говорить о них то, что она говорит. И где, ну, есть ли в ее словах доля истины? Потому что они зарабатывают пять копеек, но при этом, вот, походить где-то, походить с флагом, походить с каким-то, с еще одним флагом, с транспарантом, ну, хлебом не корми просто. Вот хлебом не корми. Вы знаете, в чем проблема всегда собрать наших сторонников? Не в том, что они хотят, они на работе все. Они постоянно работают. Ну, мне это просто смешно. Да, вот, вместо того, чтобы работать, развиваться, там, не знаю, читать книги, сидеть дома. Они якобы отстаивают, да, там, вот, я не знаю, что сегодня за день, день вышиванок, понимаешь? Да, день вышиванок. Да, да. Ну, эти мысли посещают головы очень многих людей по поводу этих бродячих. Уходят, а мы там что-то, мы что, что? Или там, мы сделали там самый большой коржик какой-то. Вот я недавно опубликовал, что Илон Маск выступил, как всегда, бомбалея у наших пропагандонов. И они сообщают, на пропагандистском прокремлевском форуме выступил Илон Маск и так далее. И он теперь заявил, что он собирается сделать, возможно, завод Тесла в России. То есть, его, я и написал, что его не впечатлили коржики, самые большие коржики из говна, да, или там, самая длинная вышиванка, еще, что вот эти вот все рекорды, да, его кое-что другое впечатляет. И плюс он заявил, что Советский Союз там строил там, йоу, да. Это к чему? Это к тому, что очень многие замечают тут шатание. То есть, считаете ли вы этот парад, парад быдла? Отчасти да. Отчасти да. Это, ну, действительно необразованные люди, которым нечего делать. Отчасти да. То есть, она же не сказала, что там все, кто идут, там быдло. Потому что, на самом деле, некрасиво так сказать. Люди просто любят ходить в вышиванках и так далее. И вышиванка, нормальная одежда, и все. И все такое. И тут начинается. И тут же начинается Женя, отдых. Тут расследование начинают проводить. Кто же это такая, которая не любит наши вышиванки? Так, девушка назвала марш вышиванок парадом быдла. Что с ней теперь надо сделать? Украинцы в вышиванках быдло. Это так она и сказала. Видите, главред сообщает, Портников знает. 24 канал. Уже сообщает, что ее уволили с работы. Уволили с работы. И вот уже униан. Тоже важно. Она уже записала извинения. Это как обычно. Извинения. Они обязательно ходят вот всегда ставить маршрутчиков на колени, которые не повезли двоюродного брата, племянника, там, кого-то там, кто пострадал на Майдане. Они постоянно ставят на колени и заставляют извиняться. Я сполна поплатилась за свое действие, потому что меня уволили с работы. Я получила, на самом деле, большую дозировку хейта, я получила большую дозировку угнетений. Угнетений. А самое главное, что я очень и очень ценю украинскую культуру. Я обещаю, что больше не повторится. Я ценю культуру нашей страны и еще раз приношу свои искренние за ними. А надо было еще и на украинский это сказать все. Сразу же ценительницей культуры стало. Они заставляют любить. Когда я говорю, они, это вот эти вот, все эти орки, которые прибегают. Где-то кто-то сказал на нас что-то там плохое. А мы же гордые такие. И поэтому, как ты имеешь право оскорблять такую, эх, крутое, такое крутое государство. Теперь смотрите. Просто новость сегодня с утра попала. Эстония в течение 2021 передаст Украине 1 миллион евро гуманитарной помощи. Эстония не просто ее тихо передаст. Об этом сообщил эстонский МИД, об этом сообщил, что мы, да, мы поможем Украине, будем помогать. Гуманитарно миллион евро. До этого я нахожу вот новость о том, что Латвия передала гуманитарный груз для Донецкой области. Вообще, вы должны понять, вот, одну секунду, да, Эстония, в ней проживает 1,3 миллиона эстонцев. Эстония это 1,3 миллиона человек. Помогает Украине и заявляет об этом открыто, мы передали миллион, миллион евро. Далее, Латвия, но они не просто помогают, они еще и выдают помогательные сертификаты. Вот, видите, помогательный сертификат, торжественное событие, я тоже получил помогательный сертификат. Вот, у меня теперь сертификат, я тоже получу помощь, мой район получит такую мощную помощь, что и круто, короче, смотрите, я регулярно вижу, как реально кого-то ставят на колени, кого-то заставляют извиняться, причем, что они даже писали, когда про нее, что она заявила, пишет, подозреваем, кто-то скоро будет извиняться. То есть, они вот считают, что можно реально нагнуть и заставить любить, любить то, что иногда совершенно не любится, любить то, что иногда вызывает отвращение. Конечно же, нельзя, ну, можно, но нежелательно публично там вот так вот оскорблять, нехорошо, это просто не культурно, да? С другой стороны, как же это уже достало, вас не достало, когда вас заставляют что-то любить, что не любится, вам приводят кривулю какую-то страшную, вот такую, и говорят, люби ее, ты говоришь, она кривовата, а они вместо того, чтобы привести ее в порядок, отрихтовать ее, укоротить ей уши, и там, выпрямить ей ноги, они говорят, люби ее, не любишь, что навис на колени. Извините, что сравнил с кривулей какой-то, да, это государство, но я первый раз вижу государство, которое больше догоняет своих граждан, чем им помогает, и при этом заставляет их любить. У меня все, пока. Шарий, 42-летний украинский журналист, активист и политик, стал мишенью для украинских неонацистских группировок, которые публично угрожают убить его. Испанский судья ведет расследование по факту угроз и совершение преступлений на почве ненависти, совершенных главами национального корпуса, ультраправой партии, образованной из батальона АЗОВ. В одном из кратких отчетов, которому получил доступ Эль Паис, Моссус де Сквадро делает вывод, что Ольгу и Анатолия осаждают и преследуют за их журналистскую деятельность и принадлежность к оппозиционной партии. Летом прошлого года Шарий обратился за помощью к испанской судебной системе и подал иск против лидеров национального корпуса, который в отчете неправительственной организации Republic Institute классифицируется как группировка насилия. Ситуация начала усугубляться. В Украине неонацисты преследовали и нападали на сторонников партии Шария на улицах среди бела дня. Но самое худшее произошло, когда проживающий в Испании украинец по имени Александр Золотухин заплатил 24 евро, чтобы узнать через земельный кадастр испанский адрес Шария. Представители правых начали распространять этот адрес. Вилла Анатолия, теперь я знаю, где ты живешь. Мы навестим себя в Испании. Жди нас, написал один из руководителей национального корпуса. Хотя в суде дело находится на начальной стадии, Моссус де Сквадра отнесся к нему серьезно. Они проанализировали интервью Иванова с членом национального корпуса Иваном Семисюком, который также является художником и рисует картины со свастиками. Семисюк предлагает окончательное решение конфликта. Шарий однозначно должен быть убит. Нужна спецоперация, чтобы наши орлы полетели в Испанию и убили его. Теперь служба безопасности пришла к выводу, что в 2014 году Шарий помогал подрывной деятельности России, публикуя искаженную информацию. Адвокат-активиста считает, что это явный случай политического преследования, конечная цель которого добиться экстрадиции Шария в Украину, где по всей вероятности он будет убит. Шарий подчеркивает, что обвинения составлены с нарушениями, многие слова на самом деле сказаны ведущим. А в уголовном преследовании Анатолий видит руку президента Украины, которого он обвиняет в попытке запретить его партию. «Наши жизни в опасности», говорит Шарий. Прежде чем принять решение, судья ждет доклада от представителей Моссоса, но уже сейчас он предоставил Шарию статус свидетеля под защитой.